Здравствуйте, чтобы не говорили, что я обман, вот смотрите, Анна Пастырёва, посмотрите, вот что написано, почитайте. Ну, я ответила, тут треть, не последняя, я хотела написать, что последний герой, это действительно, наверное, последнее действие в моей жизни, так, со знаком вопроса, так что вот так. Ну что, вот и пришло время, когда цветы нужно уже выбрасывать, но, честно говоря, я хочу выбросить их просто-напросто в манган положить, и они там подсохнут, а потом их мы спали. Мне хочется просто выбрасывать мусорку, чтобы они от меня уехали, сгорят, дадут какой-то жар, да, и мы на этом жаре приготовим вкусное мясо. Так что цветами занимаюсь, и потихонечку начинаю сейчас вещи вот эти все, полуношу на чердак, вот это моя одежда рыбацкая, всё. Тут немножко распределю место, чтобы Саша ставила здесь чемодан, и чтобы тут, ну, в смысле, вещи-то в шкаф повесят, ну, чтобы тут был чемодан, чтобы он не валялся. Короче, потихонечку начинаю наводить порядки, и там на кухне тоже с холодильника, боже, сколько у меня в холодильнике мяса. Ну, давайте сейчас я пойду в мангал положу эти цветы, и вам всё покажу. Конечно, меня ругают, потому что, смотрите, тут коробочки какие-то, свои бумажки, я бросаю сюда. А тогда, когда уже будем топить, там уже разберёмся. И вот я сейчас их сюда положу, и пусть они, это то, что осталось, видите, вот так передавлю, и потом мы их спалим. Не могу я их выбросить на мусорку, честно, не могу. Вот сейчас накрую, и я ну, до то времени, как эта миска в дом. Сегодня сказать, что холодно, нет, мороза ночью, может, один был, но ветрено, ветрено и противно. Я вам сейчас покажу, посмотрите, я брала вчера в эту, сейчас, не-не, не в туалет вас введу. Посмотрите, что делается, ребят. Вы посмотрите, что тут творится, коробки, 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 и там коробки. Короче, всё занято коробками, но я эти коробки выбрасывать не буду, потому что они такие плотные. Всё это на передачу, ну, посылки буду Димону, Димончику буду отправлять. Так, я вам сейчас хочу сказать, я немножко холодильник готовлю. Не буду я шампиньоны покупать, ребят, смотрите, у меня есть белые грибы, сейчас они растают. Это для печёночного тортика, посмотри, какая красота, белые грибы, просто красавцы, своими руками собирала. Будут печёночный торт с белыми грибами. И посмотрите, сколько я достала мяса, это всё свинина, вот кусочки говядины, это всё мякоть. Хочу сделать домашнюю колбасу, посмотрите, сколько мяса. У меня нету свиньи дома, хозяйства, но мясо страшно. Немножечко разгрузила холодильник, потому что даже, смотрите, ну, всё загружено всё равно. Всё, масло сюда уже сложила, всё загружено настолько, ребят, что вот мороженое вчера, Саша говорит, я не знаю, куда всунуть. Я говорю, так же всунь сюда, с краю где-то. Всё забито. Хотя вытащила целую миску. Так, сегодня я хочу немножко вот здесь порядок навести, Потому что у нас тут такой уже, я не знаю, и вещи, и всё. Короче, надо навести порядок, чтобы был порядок. Сейчас эту рыбку уже снимаю, потому что тоже уже хорошее сегодня или же завтра. Не, это сейчас пусть немножко повисит, потому что чуть влажновато. А вот уже пакет набила. Лук даже подрезала, вот, смотрите. Ну, что-то не хочет расти, ну, пусть будет, не буду убирать. Уже подрезала ниже и ниже. А этот вот, вы говорите, сколько сантиметров? Ну, я не знаю, вот, вот, сколько сантиметров. Потихонечку растёт. Мне не к спеху, так что хорошее. Фух, вот с Настей, которую нас забыли мужики, И возила-возила, никто, никто не отзывается, никого. Хотя на воде меня все знают. Поставлю голубятню, пусть стоит голубятня. Так, вот мой, то, что я вам говорила, выписка по хлебу. Что делать? Вот, купила Саню такие стельки. Я говорю, Саш, ну, возьми в сапоги рабочие. Ой, там стельки не вынимаются, надо сапоги вести, или ножницы с собой. Короче, мужики, как мужики. Лежат стельки здесь, понимаешь? Вот стельки. Я тут стелек накупила, кучу-кучу. И вот стелька, это голубятни. Ну, эти маленькие на него, конечно. Вот эти, вот такие хорошие стелечки. Смотрите, войлок здесь. Всё есть, лень взять. Вот сейчас голубятню положу, то всё. Поставил вот эти крокусы на это окно, потому что, мне кажется, им там прохладно. Что-то они остановили рост. Не знаю почему. Вот так вот вкратце. Так, тряпки сегодня повывариваю, потому что полотенца ужасно уже грязные. Руки, руки в основном трем. Так, вот так вот и живем. Разберу это туго. Кажется, а не масоли. Когда смотрю в холодильнике, то есть это голубятни, соль есть. Так что так вот. Мясо. Я буду делать... А, это курица. Я борщ буду варить. Куплю груднину в городе. Буду готовить колбасу по ленаному рецепту. Как Лена. Ну, с дуранок. Чепурко, извините. Чепурко, она чепурко. По её. По лесиному готовила. Теперь по ленаному приготовлю. Так что потихонечку работаем. Хорошо, хорошо, что посмотрела. Смотрите, то, что накрыто плёночкой, вот потихонечку начинают вылазить. Видите? Вот. Вот. Не все четыре, а вот тут два только. Поэтому надо, наверное, сеять сразу много. Так, пусть пока накрыто будет. А мы идёмте посмотрим те, которые не накрыты плёнкой. Потому что здесь влажность. Просто больше перец выходит. А тут небо энергии. И вологи, и всё. Ничего тут не выходит. В целом. Это земля вся покупная. Боже, а цей цветок, конечно, надо будет, дивиться, какой он сухий. Тут сухо, дуже страшно. Батарея такая здорова. И воно шпарит тут на всю. На всю Ивановскую, как говорится. Всё у меня. Вот это, смотрите. Вот вылазит. Это воздушный корень или это цветонос? Мне кажется, что это цветонос, да? Ну, какой-то он такой непонятный. Я уже их не удобряю ничем. Думаю, хай так будут. Может, потому что они прозрачные. Так вот тут прозрачные. Не знаю. Где цветёт этот красавчик. Красавчик такой. Всё, цветов уже нету. Огурец отщипнула я. Вот вы сказали пять листиков оставить, я верхушку отщипнула. Может, что-то будет. Вот цветёт, прёт вверх, а толку нету. И эти, смотрите, как этот, что сломался. Дивиться, какие выперли листья. Они же были такие маленькие, вот такие, вот наподобие, как вот здесь. Посмотрите, какие листья выперли. Ну, я не буду пока обрезать и там листок. А потом, когда вот эта труба засохнет, я её сломаю. Пусть будет так. Так, ладно, продолжаем дальше. У меня работы дофигища. Мне нужно... Ой, Господи, что мне нужно? Мне нужно всё тут вынести с этого. Сегодня у меня работает дохерище. Вынести вот эти все вещи. Сейчас собираю. Вот петрушка. Смотри, целый пакет. Надо туда на кухню, да на зону передам. Вот видите, помыла. Вазы все сохнут. Повыношу вот эти все дублёнки. Вот это всё на крышу, потому что у нас нема, где развернуться. Вот вся комнатушечка у нас техническая. Тут просто дурдомище. Ну, и буду заниматься потихонечку здесь уборкой. Повымываю всё, чтобы был порядок, чистота. Что, навела порядок. Всё кругом блестит. Всё поубирала. Смотрите, нема я вот этих нетрив. Всё поразносила на чердак, на это. Любо дорого. Единственное, что пока есть вот это подвешивает последнюю партию, то, что буду отсылать рыбки, чтобы чуть-чуть она подсохла. Я её вот так вот прилепила, потому что тут чешуи было с этой рыбы. Вообще караул. Ну, короче, всё. Порядок навела. И знаете, что самое главное? Сделала вкуснейшее бабушкиное блюдо. Тыква с рисовой кашей с вишнями на молоке. Ох, какая это вкуснятина. Полезла на чердак, а там тыква гнилых, ребят, тьма. Замочила вот фасольку. Я сварю борь с мясом, ну и брошу туда фасоль. Так что здесь уже сделала порядок. И знаете, что я ещё сделала? Короче, наводим порядки к приезду Дони. Чтобы не воняли эти коты, вы мне написали, нужно чистый ванилин. Я взяла чистый ванилин, у меня в баночке был. Взяла тряпку старую. Посмотрите, всё сначала ванилином натерла, а потом вот это всё повымывала. И здесь вот этот ящик. И самое главное... Фух, еле повыбивала эти ряднушки. У меня Саша этим занимается. Это пришлось мне, ничего страшного. И вымыла эти двери тоже вот этим ванилином. Прямо на тряпочку влажную натерла, потом вытерла. Вот эти двери тоже пахнет выпечкой. Ну дай Боже, чтобы... И стол протерла тоже ванилином, чтобы они не пискали. Так, ну что? Теперь начинаем быстренько в доме. Начну с ванны. Сейчас ванну залью. Не, ну она у меня чистая, ребят. Ну, надо немножко вымыть. Надо немножечко вымыть, потому что освежить. Пылюку убрать. Вчера всё это как у всех. Тут полы помою. Тут сейчас всё пораскладываю. По, как говорится, по ячеечкам. Там... Видите, убрала эту одежду зимнюю. Совсем другое дело. Совсем другое дело. А шо ци таки тут? А, ци Сашкины штаны. Все надо повыносить туда на это. Знаете, сколько у меня штанов. Боже мой. А я ищу вот эти спортивки свои. Они вот лежат здесь. Вот этот чай купили по совету одних людей. Ребят, нам не нравится. Просто чисто пыль. Ну, не знаю, передам в тюрьму. Там попьют всё. Там немае выбору, что хорошее, что плохое. Поэтому... Сегодня Саша искал изоленту. Посмотрите. Посмотрите на вот эти окна. Ох, как я этого ненавижу. Ну, неужели нельзя вот так взять пальчиком, вот это всё передвинуть. И вот так вот тык-тык-тык. Смотрите. И всё висит. Ну, шо ци за мужики? Я не знаю. Просто не знаю. Так, всё, ладно. Выговорилась. Пар спустила. Засукай рукава. Давай работай, Аллочка. Давай. Ох, ребята. Ой. Только пишу, найдену. Трушу шереднушки на улице. Я ковром... Ой, Господи. Пылесосом только большие коври. Я не признаю пылесос. Я вытаскиваю, выбиваю всё. Или мы вместе с Сашей. Влажную уборку всё мою кругом мокрым. Вот то я называю, что немножко убралась. Аж заморилась. Ну, что, всё готово к приезду с Сашенькой. Всё почистила, всё попылесосила, всё помыла. Зеркало натерла. Короче, добро пожаловать, дотя, домой. Я уже единственное, что не стала застилать кровать, перетрусила. Потом думаю, ну какой мне смысл её застилать, если уже сейчас три часа. Так вот оставила разобранное это логово. Тут всё тоже повытаскивала. Просто суперски. Всё убрала, пыль повытирала кругом. Вот это пылесборники самые большие. Вынесла со спальни сюда ещё второй цветок, потому что он мне там очень темно. Побрызгала от этого, от всякого клеща ещё. Фух, раз. Всё, всё готово. Так что добро пожаловать, доченька, домой. Всё, здесь тоже помыла подоконник. Зверей посадила на окно, чтобы тут диван же можно было раскладывать. Всё полностью приготовлено. К встрече с Сашуни. Здесь тоже всё повымывала. Вот тут где-то видела одно пятно, что я мыла. Вроде бы оно тут осталось. Не помню где. Это я уже носки вот эти всё на выброс их, дырки попротирали в сапогах. То я вот этим носком доступно плохо. Но пыли нет. Качественно убралась. Здесь тоже поменяла скатёрку. Сейчас Саша приедет с работы, вот ему только это будет постирушка. Постираю. Такую яркую скатерь постелила. Видите? Так, это что у нас тут за бумажка? Это нужно забрать. Всё поубирала, всё сделала. А это замочила полотенце, потому что на кухне я его так захезала. Одно не хочется вот вываривать. Так я его вот замочила. Немножко петушка забавила. Так, ладно, что этого надо? Смотреть туда. Так что всё. Всё шикмардер, как говорится. И ванна тоже. И все вещи поразносила. Вот. Всё хорошо. Так она не тут. Сейчас пыльку дружки вытрущи. Пидожжить. Похозяйка такая. Не, не дуже багато. Я уже вытирала недавно. И помыла порог, ребяточки. Всё вымела. Всё тут посмывала. Всё чистенько. Хорошо. Аж дышать легче. И знаете, что я заметила? Выливала воду. Вот он, красавчик. Добро пожаловать. Это подснежник, ребят. Я думала, что это крокус. А это подснежник. Это кто-то дарил с луковицами. Я посадила. Видите, подснежник. Так что Саша уже будет встречать настоящие цветы дома. Вы слышите, мяукает. Слышите? Иди сюда. Иди сюда. Иди, обиженный. Не хочет тебе никто секс отдавать. Вот это он. Рядом кошка. А он же ещё молодой. Она со старыми гуляет котами. А он вот этот целый день ходит гавкой. Мяу-мяу. Иди сюда, мой хороший. Что ж такое? Не хочет тебя. Да, она не хочет тебя. Боже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А воно ж хочется аж як болить, да? Ай. Видите, вот это ему тут врач разрезал на хвостике. Не хочет воно. В ней там старые. Ничего. Ещё годик погуляй. И всё будет хорошо. Через год ты будешь тем самым крутым парнем, женихом. Давай-давай. Ах, ты бачишь? А что ж чешется? Чешется там. Ну всё, мои хорошие, на этой ноте. До свидания. До новых встреч. Как пахнет ванилью. Какая же вкусная вот эта каша. Ребята, я вам не могу передать. Вишня кислинку дала. Просто в детство вернулась. Какая вкуснятина. Продолжение следует. Продолжение следует...